Преодолеть водную преграду или пойти в обход по газону. У жильцов трех домов по улице Транспортная выбор невелик. Между многоэтажками скапливается большое количество осадков. Под водой оказываются тротуары и въезд во двор. От огромных луж страдают как пешеходы, так и автовладельцы. Вот этот весь участок, он действительно весь в воде. Чуть-чуть дождик и все. И машины не могут проехать, и нас обрызгивают эти машины. Жильцы говорят, что такая проблема существует давно. Решить ее уже пытались. Через дорогу от дома выкопали канал, куда истекала вода. Однако счастье длилось недолго. Но поскольку там частный сектор, стал отопить частный сектор. Все это обратно заделали, заасфальтировали. Невозможно людей топить действительно. Еще ситуация усугубляется тем, что во дворе находится школа. Перед тем, как пойти за знаниями, ученикам приходится выбирать маршрут. В основном ребята выбирают обходной путь, но находятся и смельчаки, готовые перепрыгнуть преграду. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, были задействованы пожарные выходы. Через них школьники попадают сразу во двор, где и находится образовательное учреждение. Но это лишь частичное решение вопроса. Да и жители домов уверяют, что за последние годы воды стало еще больше. Причина тому новостройка, которой подведены инженерные сети. Жильцы домов по транспортным уже обращались в ЖЭУ и администрацию района. Там им пообещали принять меры. На данном участке двора была повреждена дренажная система, а управляющая компания в скором времени ее установит. Я звоню на горячую линию и мне дали ответ, что этот вопрос будет закрыт на будущий год, так как уже сейчас это нереально, невозможно сделать. У нас будет поднятие уровня асфальта. Вот дали мне такой ответ. Пока только в устном порядке, но я думаю, что в письме тоже будет. Если вода не уйдет до прихода минусовых температур, то здесь появится настоящий ледовый каток. Радость для ребят и сомнительное счастье для водителей. К тому же этот участок как был, так и останется травмоопасным.